В марте этого года мир узнал о COVID-19. Пандемия ударила по всем городам и странам, включая наш регион. Борьба с коронавирусом уже больше полугода остается одной из самых злободневных тем. На передовой в этом непростом деле стоят медицинские работники. Их тяжелый благородный труд изо дня в день помогает людям справиться с болезнями. Отдать им дань уважения хотел бы каждый неравнодушный гражданин. Бескорыстная работа волонтеров и социальных работников – яркий тому пример. Все сплотились ради единой цели – побороть вирус, морально и материально поддержать медицинских работников. Именно на это сейчас направлено большее количество различных мероприятий. Одним из таких стал фестиваль стрит-арта Привожского федерального округа «Форм-арт». Его основная цель – развитие уличного искусства в Привожском федеральном округе, поддержка творчества молодых художников и создание современной городской среды. Лейтмотивом в этом году стала борьба с COVID-19. Подать заявку на участие можно было до 7 августа в официальной группе фестиваля в социальной сети ВКонтакте. Так и сделала уже титулованная победительница отборочного этапа Виктория Фролкина, студентка Саранского художественного училища имени Сычкова. Девушка нарисовала эскиз, который жюри конкурса признала лучшим. Над ним Виктория трудилась без перерыва два дня. Миссия была ответственная – создать основу для большого граффити, которое теперь виднеется издалека. Работу я назвала «Самопожертвование», потому что я хотела показать, что многие врачи рискуют своими жизнями, многие врачи не видят своих семей в постоянной работе. Показала их в виде ангелов, потому что можно сравнить с ангелами-хранителями. Эта работа была сделана на основе работы Альберта Дюрера, называется «Архей Михаил и демоны битвы». Фасад дома номер 29А по улице Крупской в Саранске больше не скучный. Выделиться среди однотипных городских построек ему помогли уличные художники. За созданием граффити стоит работа сразу нескольких молодых творцов. В формате стрит-арт эскиз Виктория воплотили художники Денис Гришенков и Екатерина Романова. Что касается материальной поддержки для закупки рабочих материалов, то в этом ребятам помогли власти. Фестиваль проходил на уровне окружном, то есть это фестиваль Приволжского федерального округа форм-арт. И задача ребят была изначально прислать жюри эскиз. То есть после того, как эскиз был одобрен, выигравшая работа, соответственно, получала поддержку на региональном уровне. И, как мы сейчас можем уже видеть, рисунок продолжает жить, теперь он будет находиться здесь. Уличные художники работу завершили. Теперь в Саранске появилась еще одна достопримечательность, которая стала украшением столицы Мордовии и знаком благодарности медикам за их нелегкий и благородный труд.